Здравствуйте, маленькие леди и джентльмены! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Коковина. Послушайте, пожалуйста, стихотворение Андрея Усачёва. Что такое этикет? Знать должны мы с детских лет. Это нормы поведения. Как ходить на день рождения, как знакомиться, как есть, как звонить, как встать, как сесть, как здороваться со взрослым. Много разных есть вопросов. И на них даёт ответ этот самый этикет. Часто мы связываем слово этикет с чем-то из прошлых веков. Когда на балах или праздничных вечерах богатые и знатные люди обменивались друг с другом любезностями и вели себя в соответствии со строгими нормами. Но современный этикет совсем не такой. Этикет – это правила поведения, которые показывают, насколько человек вешлив и воспитан. Учить правила хорошего тона нужно с малых лет. И в этом вам обязательно помогут книги. Они могут быть совершенно разными. Сборники советов, сказочные истории, стихотворения и даже небольшие рассказы. Любая из них – отличный способ узнать много нового и интересного о вежливости. А заодно, наблюдая за различными ситуациями и поведением героев, вы сможете научиться правильно вести себя дома, на улице, в гостях. И узнаете, как важно быть добрым, честным и слушаться своих мам и пап. В Коковенке живёт немало занимательных книжек о хороших манерах. Вот некоторые из них. Знакомьтесь. В книгах из серии «Этикет для настоящей принцессы» собраны поучительные истории о маленькой девочке Зое. Порой она забывает о правилах поведения, капризничает и хулиганит. Но иногда Зоя превращается в настоящую принцессу. На пляже Зоя играет в одиночестве и никого не подпускает к своим игрушкам. Она ни за что не поделится с ребятами своим ведёрком, даже для того, чтобы вместе построить песочный замок. Но иногда Зоя превращается в настоящую принцессу. Она играет лопаткой, грабельками и ситечком вместе с другими детьми. На пляже так легко найти друзей. Поездка на поезде кажется Зое слишком долгой. Поэтому она носится по вагону и хлопает дверями. Зоя шумит и мешает пассажирам, которым хотелось бы почитать или поспать. Папе приходится принять строгие меры. Но иногда Зоя превращается в настоящую принцессу. Перед поездкой она положила в свой чемоданчик несколько любимых книжек. Сама-то она знает их наизусть, но с удовольствием читает Адаму. А тот просто счастлив. Обязательно познакомьтесь с энциклопедией Эмили Бомон. Учимся хорошим манером. В ней рассказывается, как следует вести себя дома и в гостях, в магазине и на детской площадке, на прогулке во дворе и в детском саду, как общаться с животными, принимать гостей и многое-многое другое. Каждый разворот в книжке – это ситуации, в которых оказываются ребята. Яркие четкие картинки помогут вам понять, какое поведение детей является хорошим, а какое – плохим. Давайте вместе над этим поразмышляем. Маша и Миша, прижавшись к папе, смотрят по телевизору мультфильмы, которые им очень нравятся. Маша и Миша прыгают на диване, как на батуте, рискуя упасть или сломать диван. Они кидаются подушками и думают, что славно веселятся. Это очень плохо. Детям хочется поиграть с попугаями. Маша открыла клетку, чтобы птица полетала по комнате, но попугай быстро выпорхнул в открытое окно. Это плохое поведение. Мама открыла клетку, и попугай устроился у нее на руке. Миша стал гладить птицу по голове. Мальчик знает, что попугаи любят общаться с людьми. Это хорошо. Вы любите сказки? Да? Тогда прочитайте книгу, которую написали Ольга Вакса и Сергей Потапов. Называется она «Уроки вежливости». На примере героев известных сказок вы познакомитесь с важными правилами поведения. Научитесь вежливо вести себя в театре и на улице, поддерживать беседу и разрешать споры. Как лучше всего запомнить правила этикета? Ведь их так много! Возможно, стоит взять необычную книгу, где есть фея, волшебник, дракон, гномы, а еще город с домами из шоколада и леденцовыми крышами. В этом городе живут сказочно вежливые люди. Но вот однажды там появляется один очень капризный мальчик Алеша. И тут все меняется. Что же произойдет со сказочным городом и вежливыми жителями? Сможет ли непослушный мальчик исправиться и стать воспитанным? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге Людмилы Васильевой Гангнус «Азбука вежливости». Путешествуя по сказочному городу, постарайтесь отвечать на вопросы, которые вы встретите в конце каждой главы. Примечательно, что «Азбука вежливости» была впервые издана более 30 лет назад, но ее до сих пор любят и дети, и взрослые. Книга Лихачевой Лилии «Уроки этикета» – настоящая находка для маленьких воспитанных мальчиков и девочек. В ней собраны игровые задания, этикетные задачки и тесты, а также правила хорошего поведения на все случаи жизни. Друзья, если вы только начинаете знакомство с правилами поведения, то обратите внимание на книгу Нелли Сизовой «Детям об этикете». В этой рабочей тетради вы найдете различные упражнения. Игровые задания и шуточные тесты, веселые репусы и кроссворды научат вас различать хорошие и плохие поступки, оценивать ситуации и поведение людей, думать и рассуждать. Правила поведения для воспитанных детей – это сборник веселых стихотворений, которые помогут понять, как вести себя в гостях, в больнице и детском саду. По утрам просыпайся вовремя. В сад, как знают детвора, ходят с самого утра. И хотели, не хотели, нужно быстро встать с постели. Не скандалить, не кричать и на маму не ворчать. Научиться надо, братцы, вам с улыбкой просыпаться. Новый день пришел опять. Эй, друзья, пора вставать. Во всем слушайся воспитателям. Наш котенок разревелся. В раздевалке, на полу, под скамейкой уселся, два часа сидел в углу. Воспитательница утка утешала, как могла. Но режим в саду не шутка, и она к другим ушла. А котенок слышал группу, слышал игры, шутки, смех. Наконец решил, что глупо, в угол прятаться от всех. В группу и меня примите. Я ревел в последний раз. Тетя утка, извините, обещаю слушать вас. Да, не стоит быть упрямым. Я скажу вам, не то я. Воспитатель вам, как мама. Группа, новая семья. Книга из серии «Я познаю мир. Этикет во все времена» наверняка понравится вам, наши маленькие любознайки. Она расскажет не только об истории этикета в разных странах и разных эпохах, но и подскажет, как необходимо вести себя в той или иной жизненной ситуации. Книжка «Вежливые слова» Леонида Яхнина поможет вам, ребята, изучить значение волшебных слов. Подскажет, как правильно говорить вежливые слова и грамотно применять их в жизни. Мальчики и девочки, если вы хотите как можно скорее узнать ответы на эти и многие другие вопросы о правилах хорошего тона, то обязательно познакомьтесь с книгами, представленными в обзоре. Все они есть в нашей библиотеке. Субтитры создавал DimaTorzok